здравствуйте в эфире телеканал айтон тв программа тема дня меня зовут александр гурарье традиционная просьба подписывайтесь на наши каналы в ю тубе подключайтесь к нашему телеграмму комментируйте ставьте лайки задавайте вопросы нам всегда интересно ваше мнение ну а кто сочтет возможным помочь каналу там под этим видео есть две кнопочки справа и слева стать спонсором или супер спасибо мы благодарны за любую помощь ну а сейчас мы поговорим о ситуации на фронтах израиля о нашей войне и не только нашей войне о ситуации которая складывается вокруг войны в украине и с нами сегодня наш эксперт уважай уважаемый гость сергей сергей мигдаль офицер запаса международного управления полиции израиля автор телеграм-канала the peace maker сергей добрый вечер рад вас видеть добрый вечер александр тоже рад видеть и приветствуем и так сергей сау заявляет что операция в газе вступает завершающую стадию что это означает и чем она должна завершиться но вот в частности меня очень заинтересовала статья в журнале foreign relation где ее авторы один из которых дэвид петреус это прошлом бывший глава сенткома центрального командования армия сша которые собственно вот здесь нашим-то регионом как раз и занимаются вот он там написала об ошибках циала который повторяет ошибкой соединенных штатах в ираке одна из них что израиль вступил в войну не обозначив четко что будет контроль кто будет контролировать территорию после победы он считает что война цела против хамаса в секторе газа намного сложнее тех войн которые ввели соединенные штаты ну кстати за это ему большое спасибо то они обычно то очень любят нас учить как бы так сказать с высоты своего положения так что на ваш взгляд можно ли верить тому что война завершается и в чем прав ли в чем не прав на ваш взгляд и господин петреус петреус очень уважаемый специалист хороший генерал и настоящий боевой генерал тех людей которые как говорят американцы лидер он за фронт да находится всегда со своим солдатами очень спортивно луга царю отец солдатом до который в возрасте 55 лет бегал с утра 10 километров вокруг базы в афгани он кроме того что был главой цинком он еще и командовал американскими силами афганистане именно его обама в свое время поставил чтобы исправлять ситуацию да когда вот пришлось ему уже когда он хотел оттуда выходить первый раз и как бы понятно было что это не получилось ситуация очень ухудшилась тонны чё и человек который пишет книги написал уже вот одну как минимум и даже две после своего ухода из армии и считался не просто солдатом еще солдатом философом генералом философом интеллектуалом естественно с высшим образованием или даже двумя и кроме этого он еще поспел побыть директором цру да но вот с этого поста ему пришлось идти раз мы говорим про него но это кстати 10 километров он он карьера его кончилась печально потому что его застукали что он будучи женатым у него был роман с одной журналисткой которая была сама бывший подполковник разведки сша которая написала книгу очень интересного не афганистане и она много времени вот проводила с ним когда он был командующим афганистане жена лишь как много времени да и как все говорили все удивлялись она сама бывшая спортсменка и военная офицер подполковник она была единственная кто могла держать его темпу на вот его утренних пробежках в нескольких километрах вокруг базы там главной как это называлось кембассиан да и баграми и вот так вот одно ван сингленту и назар как говорится добегались добегались да потом это слили была неприятная история но неважно это как бы его личная жизнь я его как мужчина понимаю да но вот с точки зрения вот как что называется человек попал но это гораздо так сказать достойнее извините конечно подопрости от нас женщины чем если бы он там застукали его там на на предательстве на воровстве или еще это точно он не воровал он такой настоящий потомственно американский военный из семьи греческого происхождения он очень пишет умные вещи я как бы согласен совершенно с ним что для задачи циала гораздо сложнее чем то что делали американцы при своих ну в самом случае с первой этапе войны в Ираке или Афганистане или даже при уничтожении исламского государства захвате Мосула который продолжался 9 месяцев осада Мосула да где было гораздо меньше людей жилой уж тем более гораздо меньше боевиков и не было такой из детей туннель как в Газе там всего было по-моему 10 около 10 тысяч боевиков максимум да и конечно не так хорошо вооружен как Томас то есть тут я с ним согласен я с ним как бы считаю что это какой-то непонятный спор потому что я прочитал внимательно цитату из Дэвида Петреуса он говорит ошибка ЦАЛа в том что он не решил что будет потом но даже Дэвид Петреус прекрасно думаю должен понимать что такие вопросы не решает ЦАЛ такие вопросы решать должны совсем другие люди а именно политический уровень министры кабинет безопасности и премьер-министры вместе и как я уже сказал мы прекрасно знаем что 7 октября когда это все произошло когда началась война и уж тем более потом когда было собственно правительство социального единства не было и нет до сих пор единой какой-то единого видения того что будет в Газе потом и к чему должны прийти вот именно с политической точки зрения пока только согласились на то что надо уничтожить военную административную структуру хамаса и делают это как я уже сказал выбрана тактика совместно очень многие люди я вижу беннет недавно обменял не ты не я уж хочу так все медленно если беннет был премьер-министром он говорит за две недели все закончили быстро вы решительно все ринулись невзираясь с потерями даже если надо было положить 5000 наших солдат вот от газа бы еще не оставили это говорит человек который как вы помните был премьер-министром потом в один момент куда-то исчез да ушел да ушел ушел в туман в один момент да то его никто его не заставлял за две недели до того если вы помните а виктор либерман великий очень умный сказал что наше правительство просуществует до конца каденции мы только что приняли бюджет на два года до до сих пор вот историки спорят и политологи что произошло куда еще сбили он потом еще представить себе так чтоб вел себя не ты не я у беньямин да который решил что все надоело плюнуло не посижу ли я дома да это глупо точно так же кстати нельзя представить и я ирлапиды который тоже да несмотря на все сложности в оппозиции продолжает бороться очень активно и солидно и не сдается ни на минуту как и должен настоящий политик себя вести это советах беймэта на на практике на самом деле и тут я возвращаюсь теме петреуса у нас такого рода решение принимается коллегиально премьер-министр израиля не является верховным главнокомандующим это не президент франции не президент россии не президент сша решение принимается коллегиально кабинетом министров как вы знаете иногда голосуют и все помнят как сорим тэшколю приходилось уговаривать министров чтобы нанести упреждающий удар перед шестидевной войной подобные вещи были правительство голды и правительство бегина и всегда да потому что это коллегиальное руководство тем более правительство национального единства и план войны был выработан совместно кабинетом вот узким военным кабинетом и генштабом учитывая всю сложную ситуацию еще раз с двумя императивами главное во-первых как можно меньше чтобы было жертв среди наших солдат чтобы не было их тысячи да как при штурме берлина как нам обещали между прочим всегда говорили что ой вы что хотите чтобы там тысячи солдат погибли вы хотите зайти в газу это говорили нам до 7 октября 7 октября кстати тот же беннет когда он был премьер-министром да ведь он был у него он поднимал этот вопрос он безусловно говорил его честью что хамас там это огромная опасность вот это хамасовская квази государства надо что-то делать и он поднимал этот вопрос на заседании правительств кабинета вместе и тогдашний начальник генштаба практически его тормознул и это сейчас уже известно да и утечки авив кахави представил ему что это вам легко говорить а вот похоронки будем слать мы и всем ходить и это они проецировали презентации 5000 погибших солдат при наступлении на газу так вот была выбрана вот именно такая тактика как я сказал уже даже тактика и стратегия взятие хамаса на истощение его постепенного изматывания постепенного уничтожения стирания источения до до взятия раздельных вот районов в окружении обратите внимание что уже эффективно перекрыт теперь хоть и с опозданием он граница с египтом уже раз эффективно разделен сектор газа на две части это все вот как раз военное понимаете петреус он генерал а вот его вот тот вопрос очень важный который он задает и считает ошибкой это вопрос не к цаулу не цаул решает кто будет руководить секторе газа и что там будет потом какое политическое административное решение а правительство в израиле теории даже не могло такого решения предложить какое из них предложить то что предлагает бенгвир отправить всех палестинцев гости кадырову и создать там еврейский город сад смотрича который предлагает вернуть военную администрацию как был до девяносто третьего года да и вернуть еврейские поселения в бушкати и северный участок у границы с зиким как галланд и ганс которые предлагали более-менее намекали что нужно передать власть какой-то реформированной международно признанной палестинской администрации ну или нет и не а у который говорит что кому-то надо передать но кому не по кому не скажу пинской кому не скажу вот так найти между этим чечками зрения всех важных участников коалиции что-то среднее это невозможно так как найти среднее там между огнем и водой не получается поэтому что естественно произошло решили эту проблему отодвинуть на потом есть для этого такой как бы объяснение логичное вполне кроме этого что зачем делить куру не убитого медведя еще не победили хамас давайте сначала его победим уничтожим его в первую очередь военную структуру а тогда уже и может быть созреет это решение это так бывает часто да и раз уж мы говорим про петреуса петреус же американский генерал он говорит про американские ошибки ошибки эти были тоже не американской армии армия не решала что будет в ираке да кто должен решать это правильно президент американский в администрации а президент буш он вообще там большим интеллектуалом не считается насколько мне известно и это хорошо изучал тогда в этом этом году у него стояла политическая во многом задача говорят что например хотел отомстить саддама хусейна за то что тот пытался убить его папу после вот через год когда тот приезжал годовщина освобождения кувейта за агенты саддама хусейна заложили бомбу мощный 100 килограмм тротила под трибуну и должен был вступать буш старший в 92 году окей последний момент обнаружили да это во первых во вторых как говорят еще раз ему очень понравилось быть военным президентом если вы помните он когда стал президентом не были всякие другие идеи улучшить образование социальные структуры поменьшить налоги ну как ли консерватор до такой из техаса вот свои текарские вести в нововведение он же был губернатором потом произошло 11 сентября все эти планы влетели в окно он себя породил заново как президента воюющего до военного лидера мы все это помним его вместе с солдатами офицерами матросами пожарными с репродуктором за штурвалом штурмовика 6 инструдерка и он сам садился стряхнув стариной поскольку молодец был летчиком резервистом военно-морских сил сша вот во флориде и понял также еще у него было третье что это ему нравилось и у него была проблема что американцы тогда начав войну в афганистане вспомните в ноябре декабре 2001 года очень быстро выиграли талибан с аль-кайдой разбежались кто не успел погиб американцы буквально за три недели захватили афганистан окей все сбежали эти самые талибан аль-кайды в основном в пакистан в приграничные районы в горы кто куда спрятались часть сбежали даже в иран наладили там связи и у буша была проблема он видел что произошло с его папой да он много лет кстати не разговаривал с бейкером джимом помните такого госсекретаря любящего израиль госсекретаря до этого министра финансов сша который руководил выборной кампании буша папы вот в девяносто втором году он проиграл клинтон это после того что в девяносто первом сразу после победы на саддама хусейному буша был рейтинг 90 процентов и он умудрился проиграть и пуш младший винил это и он объяснял вот и своим советникам что главный приоритет всегда у президента американского на первом сроке это в игры выиграть второй ничего остальное не важно пока люди занимаются всякой фигней это решает нет это неправильно должен быть в лазерный фокус с первого дня как выиграть второй срок окей и вот он это и уже на втором сроке заниматься делами страны делами например у него с чейни была такая мысль как я понимаю что нужна мы знаем это понятие маленькая победоносная война потому что война в афганистане кончилась тогда думали все кончилось слишком быстро помнить талибан разбежался терактов почти не было создано было новое коллекционное правительство и всех фракций которые были против талибана различных да выбран был президент парламент было много чего веселого огромное количество помощи гуманитарной и вот тогда это была кампания прошла целый год вы помните совете безопасности связали с адама хусейна на основе весьма скажем так сомнительной оперативной информации что он связан с аль каидой с 11 сентября это было основное что у него есть химическое и бактериологическое оружие которое на самом деле когда-то у него было но он давно его уничтожили или забросила производства из-за того что просто не хватало денег неважно тех произносили мы все это помним в это не поверили как вы помните даже большая часть союзников сша скажем немцы и французы отказались участвовать в отличие от борьбы войны против талибана где все согласились и все участвовали окей и главное еще раз задача была буша создать себе вот этот победный орел победу над ираком что он и сделал кстати да выбором 2004 года багдад был захвачен большое восстание еще не началось с уницкая все было хорошо и он выиграл как вы помните выборы кстати вполне легко в отличие от выборов 2000 года когда это было на уровне одного голоса преимущества окей а выяснилось что вот говорим про американцы американская армия держала что надо американская армия была поручена захватить багдад разгромить иракскую армию разгромить республиканскую гвардии саддама захватить основные города участки границы все что они сделали выполнили задачу а тут выяснилось оказывается что буш который интеллектуалом не является она потом об этом не очень не думал не были разные люди вы помните госсекретарь начальник совета национальной безопасности вице-президент министр обороны рамсфилд у каждого была своя идея что делать например рамсфилд не не верил ни в какие насаждения демократии строительство нового ирака он видел пентагон и американскую армию как такой чудовищный гигантский железный кулак который спускается с неба и уничтожает любого кто смеет даже пикнуть против америки да горит там говорит не надо ничего там устроить демократии это гигантский кулак устроить из ирака просто кровавое месиво и спокойно едем домой пить виски да и наслаждаться хорошей погодой в вашингтоне в госдепартаменте думали не так да они же привелись вы помните целую международную коалицию за этим все-таки пришло хоть и не хотя он всем помогать приехали к все кстати изгнанники и противники саддама хусейна из лондона из берлина из парижа до бывшие тоже его соратники саром поссорились которые сбежали и стали строить новый ирак и за это был госдепартамент госдепартамент который считал что есть порядок до типа раз мы это командовал тогда там колин пауэлл который не был не консерватором как рамсфилд и считал что должен быть порядок типа раз уж мы свергли саддама хусейна вторглись мы должны помочь эту страну восстановить тоже бывший генерал тоже бывший генерал совершенно верно плюс были чиновники близкие к администрации к чейни там джон бремер четвертый например да вот тот самый который отдал этот скоротечный приказ распустить всю иракскую армию полностью не платить им ни пенсии ни зарплату из-за чего половина их тут же ринулась ушло в игилл австанцам и часть их да стала потом кстати основой так называемой аль-кайды в ираке а потом и гила да это были именно офицеры безработной иракской армии до которые соединились с словистами а у тех были другие цели те увидели вся группа чейни это я смешно так раз объясняю петре осуда увидели что тут такая золотая жила утвердились гигантские многомиллиардные планы до восстановления ирака и создание нового ирака да окей и и догадайтесь теперь кто получил подряды на выполнение всех этих планов я могу перечислить правильно там general dynamics бектель халибертон компания которой много лет был с председателем совета директоров сам товарищ чейни и как вы знаете противники войны поэтому даже язвительно назвали это войной во имя халибартона да чтоб и акционеры побольше на жизнь ну и нажились действительно хорошо поэтому еще раз это вопрос не к цаула возвращаясь к тому это вопрос правительству который рано или поздно эту тему должно принять решение я не исключаю даже что очень это решение будет принято и это такое не мое предсказание но я считаю что у него в один малая вероятность меж в меж такой в период вот этот вот промежуточный когда уже будет понятно что скоро в израиле будут выборы обычно у нас занимает это сколько от решения от роспись на 5-6 месяцев и тогда уже когда совершенно уже свободный от коллекционной политики например премьер-министр в своем кабинете может принять какое-то вот такое радикальное решение как например установление военной администрации да который не то еще а не а в кнессите да это понятно но как он быть надкуд уже отменили и так вот это с чего я собственно начал что армия заявляет что значит завершается операция в гаде что значит она завершается то есть вот завтра они закончат скажут все мы закончили всем спасибо и выведут войска или к и опять же это ну вот хороший вопрос как известно это не решает армия я не вижу а почему-то армия заявляет об этом армия много чего заявляли армия имеет виду что армия да армия давид например министра и на правительство Армия давит, мы только что несколько дней назад видели интервью пресс-секретаря армии, контр-адмирала Агарри, который вот прямо на, по-моему, какому-то арабскому каналу давал, я думаю, Аля Рабия, Саудовскому, и заявил, видите, там вдруг начал говорить про то, что Хамас это идея, нельзя его победить, там все, что это. И вопрос, почему вообще армия должна этим заниматься, говорить про это, это не ее дело совершенно, и так и тут, но у армии как бы там свои идейные соображения какие-то, свои мысли, но на самом деле армия должна выполнять то, что и говорит правительство. Обратите внимание, что буквально пару недель назад человек, который таки, да, представляет правительство, а именно Цахи Анегби, глава Совета национальной безопасности, сказал, что война будет продолжаться еще 7 месяцев, как минимум. Окей? И он говорит, именно война. Это речь, то есть, и я, в общем, с ним согласен, это считаю минимум, потому что еще по-прежнему, даже если большинство батальонов Хамаса разогнаны и разбиты. Они потом соберутся вновь? Они, да, они, многие из боевиков Хамаса, которые остались в живых, продолжают воевать, они уже не воюют в составе вот таких батальонных групп, но воюют в составе более мелких соединений, созданных отходов, иногда с новыми командирами, поскольку многие, вы знаете, командиры бригадных батальонов, Хамаса погибли, это мы знаем, это факт, да, появились выдвиженцы, скажем так, всякие лейтенанты-капитаны, да, которые организовали вокруг себя вот такие небольшие группы боевые, и они продолжают воевать, как вы видите, стрелять из минометов. Нападать из-за угла, минировать, как мы знаем, практически в каждом доме, каждый дом в секторе газа, это склад оружия, они даже многие, вы видели, передвигаются, притворяются гражданскими лицами без оружия, зачастую, или прячем максимум там пистолеты под рубашкой, и, заходя в любой дом, там, в каждом доме, где-то под полом одной из комнат есть арсенал гранатометов, автоматов, амуниций, патронов, да, очень все удобно сделано, это еще раз, это результат 15 лет подготовки к ропотливой, вы, наверное, видели, да, вот эти многоэтажные дома, где квартиры соединены уже заранее подготовленными ходами, скрытыми, на каждом этаже, в 20-этажном доме, например, да, то есть это уже заранее приготовленные опорные пункты, которые так строились еще 10 лет назад, пока у нас занимались ерунда. А Израиль на все это смотрел, да, разводил руками. Да, да, и готовились к миру, совершенно верно, и поэтому еще раз, возвращаясь к Петреусу, это зависит в данном случае не от ЦАЛа, ЦАЛ в данном случае, может быть, и тут это вина правительства, но я объяснил, почему так получается, потому что у правительства нет единого мнения, ЦАЛ видит вот этот вакуум, что ему такие не дали точной картины, что же действительно будет в конце, и начинает пороть, я бы сказал, от себя тем, что вообще-то еще раз не его дело. Тем не менее, еще раз, Хамас совершенно еще не добит вот этой вот работы тяжелой, уничтожению Хамаса, я вижу все время вот часть задач вот этих рейдов, которые производятся, например, да, это вызвать, давайте назовем вещи своими именами, вызвать огонь на себя, на вот все эти израильские подразделения, танкистов, саперов, пехотинцев, которые заходят, и когда этот огонь на себя вызывается, с помощью, естественно, наших артиллерий, ракетных подразделений, самолетов, беспилотников, удается поразить очень часто вот эти вот малые боевые группы Хамасников и боевиков исламского джихада, то есть их нужно выманивать каждый раз, да, потому что они, естественно, прячутся в туннелях, прячутся среди гражданского населения, ловлено живца, да, такая вот тяжелая работа, зачастую мы видим, когда вот они появляются в больших количествах, вот как бы было во время успешного спасения наших заложников, да, но аргамании троих вот мужчин, это там из двух мест недалеко, это где было, это был Нусиран, да, Совсем Мерафьер, и вот вы помните, что произошло, как только нажали на больную точку, это больная точка, поскольку заложники очень важны, туда стали прибывать, как я понял, в течение минут сотни этих боевиков по туннелю, да, и около двухсот из них погибло, но они не могли не прийти, потому что есть определенный уровень, да, вот такого раздражения, такие болевые точки, что даже зная, что их огражает такая спиртельная опасность, они не могут и не отреагировать, поскольку такие вещи, вот такие вещи, как места содержания покищенных, как какие-то важные особо склады оружия, как какие-то особо важные, например, подземные бункеры, где находятся какие-то командиры, да, это они просто так отдать не могут, и мы видим, что когда вот такие болевые точки находятся, да, они туда стремятся, и это позволяет уничтожить тогда сразу большое количество боевиков. Там же потом несколько дней их добивали. Добивали, совершенно верно. Сейчас еще продолжают. Это длительный процесс, но еще раз, чтобы война закончилась успешно, придется рано или поздно дать ответ на этот вопрос. Когда речь идет о каком-то третьем этапе, что такое третий этап войны. Третий этап войны – это переход вот таких уже активных боевых действий, которые по-прежнему ведутся с участием авиации, боевых вертолетов, тяжелой техники. Вы видите эти все рейды. Вот третий этап, он наступит, когда мы увидим, что там уже по всей ГАЗе более-менее свободно на джипах и броневиках и бронемашинах двигаются не только армия, но и пограничники, солдаты нашей пограничной охраны, принадлежащей полиции из Израиля. И начинается уже третий этап. А третий этап – это долгая, кропотливая, мучительная работа по зачистке. То есть буквально фильтрация, окружение лагерей беженцев еще раз, отдельных микрорайонов городов, буквально проверка документов каждого, отделение мужчин и женщин, вывоз мужчин, фильтрационные лагеря, установление личности каждого уцала. Сейчас есть и у Шабака очень хорошие базы данных. Точно мы знаем буквально имена десятков тысяч боевиков и активистов Хамаса, их чиновников, включая мелких, да, не только начальников. Вот каждый из них должен быть найден, профильтрован или уничтожен. Да, это вот кропотливая работа, это уже полицейская работа, да, которая при этом, как вы понимаете, будет продолжать работать. Вот эти мелкие боевые группы Хамаса, которые будут вылезать из-за угла, из-за гражданского населения, стрелять из автоматов или гранатометов. И, тем не менее, без этой работы не обойтись. И эта работа сама по себе, еще раз, военная, она сама не определяет, кто будет потом в газе командовать. Это решит действительно правительство, как говорится, либо это, либо следующее. Либо это будет палестинская автономия, которая пока, кстати, сама на это не согласна. Им эта болезнь нафиг не нужна. Так вот интересно, что никто не соглашается. То есть кому не предлагают, никто не соглашается. То есть это такой лакомый кусочек, это газа, что никто не хочет туда влезать. Да, да, поэтому я думаю, именно это говорит. Кстати, вот я еще хочу добавить, прежде чем мы переходим к другой теме. Буквально на днях был как бы спор с возражениями у нас на кабинете безопасности, где один из министров сумел на генерала Толидана, который будет новый, командующий Южным округом, что типа, почему вы не соглашаетесь там на военную администрацию в Газии. А генерал Толидана ответил, что мы не соглашаем, мы ждем приказа. Нам никто такого не приказывал. Это вопрос, который должен решить правительство. Если правительство нам прикажет, мы возьмем под козырек. Даже и не очень хочется, и будем это делать. Но действительно такого решения правительства нет, и по причинам, которые я объяснил. Рано или поздно его принять придется. Сейчас еще, я считаю, что это не принципиально, потому что время еще есть. Все это ведь не важно, если Хамас не разгромлен. Для того, чтобы что-то там новое строить, не важно, военную администрацию или палестинскую автономию, номер два, для этого нужно разгромить Хамас. Вы считаете, что вот так его можно разгромить? Я почему задаю этот вопрос? Сейчас появилась информация, что идет очень массированный набор, там в Газе, новобранцев, в ряды Хамаса. То есть 17, 18, 19-летние парни с удовольствием идут, записываются в Хамас, там проходит курс молодого бойца по-быстрому. Потому что просто им больше делать нечего, там решительно. И пока в руках Хамаса остается распределение ресурсов, то они так и будут. Да-да, и я согласен. Поэтому эти ресурсы нужно будет перехватывать. А боевиков всех надо убивать. Надо сказать, конечно, что эти вот 15-ти до 19-ти летние парни из Газы, они, конечно, потенциальные головорезы, но их, естественно, нельзя никак сравнивать с профессиональными боевиками. Ну, губы, например, это совсем не то. Речь идет о молодой шпанинке. И мы таких уже видели, кстати. Ну, это как помните, в последний... Которые зачастую лезут на рожон, да, и... 45-й год, Гитлер, Югин, когда там 15-летние с фауспатронами кидались под танки советские. Вот то же самое. Да-да. В этом смысле сильно должно помочь, если все-таки Израилю удастся добраться действительно до Синвара и руководства Хамаса, отрезать его и начать, чтобы атомизировать это сопротивление, но оно будет сопротивляться еще долго. Даже когда тебя убьют, в отличие, поскольку, по-моему, я думаю, что сторонники Хамаса в Газе, да, вот в результате этой... Сколько они там уже правят? Почти 17 лет. Почти 17 лет. Они, я думаю, более идеологизированы во внукам своей ненависти к Израилю и евреям, чем были идеологизированы, я не знаю, средние немецкие бюргеры. Такая вот ситуация. Немножко трудно сравнивать, но все вот данные говорят об этом. И одно, кстати, из вещей, которые придется сделать, и я про это говорил в интервью еще в ноябре месяце, что для того не исключено, что придется буквально прийти к таким цифрам погибших палестинцев, которые бы 100, 200 или 300 тысяч в конце войны. То есть практически это будет означать уничтожение большой части мужского населения в возрасте от 15 до 45 лет. Потому что когда говорят... Сейчас нас поймают на том, что мы призываем геннадцев. Да, я не призываю, я просто констатирую факты. Я к тому же не член правительства, даже не член КНЕСИКа, и вообще простой пинцент еврейский. Тем не менее, это просто будет один из выходов, если, конечно, они не сдаются. Говорил товарищ Сталин, если враг не сдается, его... Но опять-таки аналогия с 45-м годом. Берлин, вот все, что там, все, что сопротивлялось, все уничтожало. Совершенно верно. Обратите внимание, что они все-таки перестали уничтожать, когда они сдали. И даже, несмотря на все эксцессы в советской зоне, да и в западных зонах тоже, по поводу местного населения, все-таки их кормили и снабжали предметами первой необходимости, чтобы предотвратить голод и умирание людей. То есть это тоже когда-то будет. Но еще раз, просто до этого еще в Газе ЦАЛ не дошел. Все это возможно. Потому что когда говорят о вот этих тысячах, например, каких-то нескольких новобранцев, которые пошли в Хамас, да, молодых, еще раз, речь по-прежнему идет о сравнительно маленьких цифрах, которые находятся в изолированном, в окруженном со всех сторон секторе. И в конце концов подавить их всех тоже ЦАЛ сможет. Да, это как бы проблема решаемая. А вот вопрос еще раз, что будет в Газе уже потом, после третьего этапа, это решение политическое, решение правительства. И пока совершенно никто не знает, какое решение правительства требует и какое. Это правительство будет. Будет это правительство Антонияо или какое-то следующее правительство после выбора. Сергей, я бы хотел узнать ваше мнение. Вот появилась в Нью-Йорк Таймс колонка Томаса Фридмана. Известен Томас Фридман, это журналист, который считается, ну, извините за такое сравнение, сливным бочком Госдепартамента Белого дома. То есть он якобы приближенный там к самому президенту Соединенных Штатов. Так вот Томас Фридман заявляет, что Ехи Сенуар должен остаться у власти в секторе Газа после войны. Что, на ваш взгляд, означает вот эта статья? То есть это же не просто вот так он сегодня ему принялся, перевиделось, он взял силу и написал. Ну, я... Ну, все-таки Фридман, это не депутат Кинштейн, не буду его назвать сливным бочком, он депутат, он журналист, но были приближенные к руководству Демократической партии. И, в общем-то, его позиция, то есть он, помимо того, что приближенный к Демократической партии, он отличает очень личные неприязни к израильским правам и к премьер-министру Антонияо, которого он там последняя статья, последние три года ставил в один ряд с... авторитарными такими деспотами, как называют, то есть там Путиным, Мадуро, Норендро и Моди, Виктором Орбаном, польским там президентом, соответственно, и так далее. он, тем не менее, выражает во многом то, собственно, что и выходит из плана Байдена, из того, к чему подталкивали Байден и его команда на переговоры, вот этих опосредованных с Хамасом, а именно прекращение войны. А прекращение войны, кстати, в результате сделки по освобождению, возможно, много заложников, хотя, судя по всему, Хамас их освобождать не собирается сам. Сама вот эта сделка, ее практически условия, это прекращение войны. А прекращение войны означает то, что Сенвар и Хамас остаются руководить в секторе газа. Да, но я не считал статью Фридмана, не видел, какую идеологическую подоплеку он под это подвел. Как бы то, что двигало Байденом и его всякими советниками, в общем-то, понятно, достаточно из слива их приближенных, что они хотели любой ценой как можно быстрее прекратить войну, чтобы не иметь хотя бы эту проблему перед выборами. Поскольку эта проблема по них бьет сейчас с двух сторон. С одной стороны, есть часть очень важных для них с точки зрения вот этих решающих штатов в Америке, того же Мичигана, сторонников Демпартии, которые считают, что администрация Байдена слишком сильно поддерживает Израиля Натаньяу и за это, значит, готовы порвать на себе рубаху и не голосовать за Байдена, то есть вообще не идти на выборы или голосовать за каких-то вот левых крайних ринж кандидатов, типа там Корнелла Веста или Джилл Стайн. А сторонники-республиканцы наоборот пользуются каждым вот таким эпизодом давления или выступлениями некоторых конгрессменов и сенаторов под демократической партией, чтобы обвинять демпартию и Байдена, и Белый дом, в том, что он недостаточно поддерживает Израиль, естественно, да, то есть его бьют с двух сторон. И учитывая вот эту остроту предвыборной борьбы, это ему совсем не надо, и он, конечно, мечтал, это просто его мечта такого человека, чтобы это все куда-то ушло, ну, хотя бы на время, и не мешало ему заниматься его главной задачей, которую, как мы уже выучили в первой части, это выбраться на второй срок, любой ценой. Совершенно верно. А дальше разберемся, что там будет в Израиле. А дальше разберемся. Ну, вот Томас Фридман, еще раз, ну, он хорошо как бы выражает газету, когда он это говорит, он выражает, это какая-то смесь между тем, что думает Белый дом, и его личной очень неприязнью к израильскому руководству и правительству, которую он уже много лет как бы выражает. То есть, Тома Фридмана, того же, кстати, даже Яйр Лапид слишком там правый, я помню, на него сердился, когда Лапид в свое время хвалил Трампа за признание Иерусалима столицей Израиля, там, голландских высот. То есть, это было слишком, такого даже Фридман не мог вытерпеть, потому что, с точки зрения, вы понимаете, нормального американского демократа сказать любое доброе слово под Тампа, это все равно, что хвалить Гитлера за то, что он строил хорошее жосе. Вот такие дела. Хорошо, но вот в свете того, что вы сказали, как же сейчас бедный наш президент Соединенных Штатов, который мечтает попасть на второй срок, крутится к Акушинсковородке в связи с тем, что у нас происходит и грядет на северной границе. А грядет довольно серьезная война, причем по всяким вот разным косвенным данным она приближается довольно быстро. То есть, ну, там была информация о том, что эвакуируется посольство из Ливана, были еще там разные, так сказать, косвенные вещи говорили, что в ближайшие там неделю, две недели. На ваш взгляд, что происходит на севере и как долго Израиль сможет оттягивать вот этот решительный удар по Ливану? На севере, я бы сказал, даже не происходит ничего нового. Да, все то, что мы видим, это такая вот ползучая эскалация, которая происходит уже несколько месяцев. Она именно ползучая. Но эскалация. Избалла бы уже пыталась обстреливать Тель-Авив, а Израиль бы уже бил по Бейруту, по главному штабу Кизбаллы. Перекрыл бы аэропорт и порт и Ливана и так далее. Не, это именно ползучая эскалация, она очень медленная, она немножко как бы неровная, нелинятная. Она иногда разгорается, иногда сравнительная затишка пару дней, потом разгорается снова. И ситуация в этом смысле все та же, я про это говорил еще несколько месяцев назад. В Израиле принято решение, и про это, как мы помним, были большие споры тогда в октябре, после 8 октября, так, Избала 1 начала обстреливать северные районы. Ну да, горячие головы кричали, давайте прямо сейчас. Да, решение не горячими головами было принято не воевать ни на два фронта одновременно, на главном фронте, как Галланд вообще любит говорить про 7 фронтов, так вот один фронт основной, на остальных фронтах занимаемся активной обороны. И вот второй, этот главный фронт, он, конечно, ливанский. И ясно, с точки зрения уж военной тактики, стратегии, точно всегда выгодно не вести полномасштабный военностей, естественно, два фронта, если есть такая возможность. Если есть возможность побить противников одного за другим, особенно для сильной стороны, а Израиль еще раз со своими возможностями крупного современного государства является сильной стороной, чтобы не было, как против Хамаса и Джихада, так и против Хизбалла. И если нам дают такую возможность отложить вот это начало, второе крупномасштабное столкновение с Хизбаллой на некоторое время, этой возможностью надо было воспользоваться и ей цель пользуется. Ведь обратите внимание, что делает. Я согласен, Сергеем Мауслендером, что Хамасу не так болезненны все потери боевиков, действительно, как и Куситов, например. Но что для болезней для Хамаса, это две вещи. Это, во-первых, потеря все-таки своих высших командиров, которых не так легко заменить. А Израиль фактически за последние недели вывел большинство командиров Южного фронта, включая команду еще. Хамаса или Хизбаллы? Извините, Хизбаллы. Это я оговорился. Хизбаллы. Вот. Несмотря на то, как они прячутся, встречаются в домах каких-то экс-министров, я видел, ездят полковники и генералы на грузовиках, в кабине, рядом с шофером. Ну, не догадаются же, Юрий, что такое может быть. Но поскольку, оказывается, все не так просто. Это первое, но самое главное, что происходит все это время, я бы сказал, даже две вещи, три. Первое, я сказал, это уничтожение лучше всех командиров, включая от главных генералов и кончая командирами бригад, ракетных подразделений, командиров, вот это их спецбригады Радван. Второе, это разведывательная работа, ведь понятно, мы знаем, что 7 октября мы не были готовы к войне. Окей, война началась, и мы теперь пользуемся тем, по многим линиям, это, кстати, связано, и тоже относится и к снабжению армии, и приведение всех подразделений, боевую готовность, особенно резервистских, многие из которых годами не тренировались, или тренировались несколько дней в году. Так вот, это главное, тут работает еще разведка, да, то есть мощнейшее ведется каждый день, 24 часа в сутки, выявление всех мест, где находятся командиры, из сабалы, где находятся их бункеры командные, позиции, где находятся главные склады, различных ракет, входы в туннели, склады ракет больших и маленьких, где находятся пусковые установки ракетные, большие, потому что в отличие от этих маленьких ракет, вы, наверное, видели кадры из газа, где они запускают ракеты, вот эти малые, типа Касамов, просто положив их, положив их буквально, даже не труба, я видел такое, что просто берут два мешка от гуманитарной помощи, кладут их, немножко подсыпают внизу песочком с одной стороны, кладут их под углом, который чуть ли не транспортиром меряют, ну, типа, примерно на здоровье, между двумя мешками в это углубление кладут одну ракету, зажигают Бигфордов шнур, и она летит, вот буквально так, как вы понимаете, с ракетой, которая летит на дальность 300 километров и больше, тяжелой, такие штуки не работают, да, попробуйте такое дома, если надо, не надо, да, как говорится, don't try it at home, чтобы такую ракету запустить, нужна уже настоящая пусковая установка, все эти пусковые установки, вот занимаются 8 месяцев, каждую такую разведывают, за каждой из них следят, если их куда-то переводят, часть из них, кстати, стационарная, которым ракеты подвозят и заряжают по подземным туннелям, в районе Баальбека, вот проводится работа по становлению, да, этим работают разведчики, работают различные спецподразделения ЦАЛа, по заданию главного управления разведки, да, МАН-ЦАЛ, как говорится, тут в основном все секретно, и третий элемент вот этой подготовки связан со вторым, да, когда набирается достаточно информации, вот где есть такой большой концентрации тяжелых пусковых установок, или склад под дальние боиных ракетки с Балы, как вы видели, ЦАЛ и ВВС Израиля не стесняются проводить налеты и их уничтожать, неважно где, у северной границы Сливана, у Аль-Кусейра, в Баальбеке, вы видели там гигантские налеты, после которых были склады, которые взрывались до утра, с ночи, несколько часов, что это значит, что на каждом там складе было взорваны сотни тяжелых ракет, 500 взорванных тяжелых ракет на месте, это 500 ракет, которые не долетели до Хайфа, причем тяжело, каждый такой ракет и головку 50-100 килограмм. Кстати, сегодня была информация, что большие склады обнаружены, так сказать, ну, по крайней мере, заявлены в аэропорту в Берутскому. Да, да, есть мнение, что это немножко ресайклинг уже новостей подобного рода, которые уже были когда-то несколько лет про склады существующих в Берутскому. Это как бы не проблема, если они там есть, то, как вы понимаете, уничтожить их для израильских ВС не составит большого труда в нужный момент. Я, тем не менее, описал то, что происходит, как использует ЦАЛ это время, да, причем еще раз, это очень тяжело, да, я понимаю, решение непростое. Представьте, этого решения, мы видим, сколько есть повреждений сельскохозяйственным угодьем, лесам, да, люди, которые эвакуированы. Сколько домов повреждено в таких местах, как Митула, которые прямо находятся на границе. Сколько вот наши эти 60-70 тысяч человек, которые реально живут в циммерах, гостиницах и у родственников там по всему Израилю. Вот, и вся жизнь совершенно нарушена, очень тяжело. Но еще раз, когда идет такая большая война, к сожалению, это практически неизбежно, да, такие вещи быстро не решаются. Дело в том, что ситуация в этом смысле не изменилась, а какой-то вот момент решения подходит, да, и для Израиля самое выгодное, очевидно, все-таки будет с военной точки зрения действительно нанести первый удар самих, да, то есть попытаться в первый удар в первые 4 часа хотя бы уничтожить большинство складов вот этих тяжелых ракет и большинство установок разведанных, которые будут в том числе и в таких чувствительных листах, в том же, в самом Бейруте, да, и естественно попытаться одновременно с этим первым ударом как можно больше уничтожить руководителей Хизбаллы, тут уж я не знаю, говариваешь, что шейха насралу, так как... Самого же насралу, если это возможно, что не факт, для этого нужно как минимум узнать, где он находится и знать, что он находится, например, не под какой-то школой или детским садом, что вызовет... Что возможно, да, или под чьим-нибудь посольством. Посольством, кстати, в одно время ходили слухи, что его бункер находится именно под иранским посольством. Что логично. Но с этим у нас опыт уже есть. И еще раз, я когда говорил, я хочу подчеркнуть, что решение, вот этот час икс, когда такое решение будет принято, оно очень сильно увязано на события в Газе. Для того, поскольку все нам в сервере пугают, да, нас и говорят, насколько Кизбала опасна и сколько у них вот этих ракет, всех видов, хотя точной цифры никто не знает, ясно, что для того, чтобы обеспечить максимальную защиту нашего тыла, нужно будет максимальное количество систем ПРО, то есть железного купола и прощи Давида перевести с юга на север. Для этого нужно желательно дойти до такого момента, что у Хамаса почти не остается возможности запуска ракет, да, поскольку их возможность там по стрельбе из РПГ и автоматов и пулеметов как бы не имеет к этому отношения. С этим ЦАЛ сможет продолжать справляться, как он справляется сейчас в меру своих возможностей. это не представляет опасности для израильских городов. И вот этого момента во многом ждут. Я считаю, что это еще, мы видим, что гораздо меньше стало возможности. Это объективный факт, естественно, у Хамаса. Часть ракет они расстреляли, часть и уничтожили с воздуха и часть просто мы нашли физически во время вот этих рейдов и заходов во все эти палестинские города лагеря беженцев и уничтожили на месте как сами ракеты и так и пусковые установки. Поэтому действительно стало меньше и мы уже подходим, я считаю, что через несколько недель уже будет достигнута эта точка, когда с точки зрения вот ракетной опасности в газы можно будет сказать, что она почти на нуле и перевести все батареи железного купола на север. Мое предсказание, что это в любом случае не будет раньше 24 июля. А 24 июля это, естественно, дата визита примера. Выступление, да. Как-то сомнительно, что мы будем начинать что-то серьезное с Хизбаллой до этого. И, кстати, тут это очень такой поэтому проблематичный момент, потому что вы не забывайте, что решения в таких конфликтах принимают с обоих сторон. И, например, не исключено, что какие-то хитрые люди в той же Хизбале могут, например, попытаться эту эскалацию провести по их инициативе. Упреждающий удар, что называется. Упреждающий удар, причем именно когда, например, наш премьер-министр будет в Вашингтоне. Такие вещи не раз происходили, кстати, во время его каденции. Я помню, как минимум четыре или пять раз на моей памяти ему приходилось прерывать такие торжественные визиты в Вашингтон, то, что Хамас или Валава начинали какую-то эскалацию именно в тот день, когда улетал. Совершенно намерен и специально, да? Интересно будет. Посмотреть, а что это? Поэтому это будет очень такой сложный и тонкий момент. Сергей, а вот то, что сюда направляется авианосная группа в очередной раз, может ли это быть связано? Американцы, правда, говорят, что их вооруженные силы не будут участвовать. Вот они предупредили, что не направят свой военный контингент, не станут принимать участие в боевых действиях. Но с другой стороны, есть информация, что эта авианосная группа может по крайней мере помочь как бы раскрыть противоракетный зонтик над Израилем. Это реально? Да, да, это реально. Нет, как раз и я так понял, и американская позиция такая, что американцы не будут участвовать в сочетании наступательного оружия. Но как и то, что вот было 13-14 апреля во время попытки иранского возмездия за генерала Захиди и весь уничтоженный штаб корпуса Аль-Кутс в здании рядом с иранским посольством в Дамаске, то и тут речь будет идти о том, что американцы с помощью кораблей своего флота смогут очень сильно помочь именно в перехвате вот дальних тяжелых ракет той же Кизбаллы и их союзников, например, из Сирии, из Ирака, если кто-то оттуда будет стрелять. И эта задача в первую очередь, кстати, для... в ней могут участвовать как самолеты центрального командования, для этого не нужен флот из полной истребителей Ир-15 и Ир-16 центральная команда, часть из них базируется не только там в Кувейте, Катаре и Эмиратах, но базируется, кстати, на базе, например, Аль-Тан, на границе Иордании и Сирии, на сирийской территории, там построена огромная база с мощнейшими взлетно-посадочными полосами, часто туда, кстати, оттуда и обратно летают между Израилем, туда самолеты трампы, американские и британские, и это им близко, да, то есть это с одной стороны самолеты Центкома, а с другой стороны корабли, которые находятся в Средиземном море, авианосец для этого не так нужен, как я понимаю, план такой, авианосец Эйгенхаур уже находится на диплойменте, на своей дислокации более восьми месяцев, это необычно, обычно полгода, там все устали, и речь идет о том, что его вот авианосец Теодор Рузвель, тоже знаменитого президента Тедди Рузвельта, он сейчас на всех парах идет из Южной Кореи, из Тихоокеана к нам в сторону Красного моря, он практически заменит Эйгенхаур в Красном море на теме вот священной борьбы бесконечной с зверевшими пуситами, кстати, он был там в Южной Корее именно как контр-визиту Владимира Путина в Кеньян, он так удачно прямо вот в этот день зашел вместе со своей боевой авианосной группой ударной, Пусан, это главный южнокорейский порт, вот, показал флаг, как говорится, и теперь займет станцию в Красном море, будет работать там, я так понимаю, что Эйзенхаур вот еще пару недель побудет и начнет все-таки путь на отдых в свой родной порт Норфол на штат Вирджиния, на восточном побережье Сушена, но в Средиземном море полно американских кораблей, это в первую очередь различного типа ракетные крейсера и эсминцы, основное вооружение которых, помимо ракет, на них еще есть даже ракеты Томиагавк, например, для поражения наземных целей в большой дальность, они могут стрелять и на две тысячи километров, но главное как бы оружие в рамках вот именно своей флотской работы это системы ПВО, и есть даже такое понятие англичан, они это называют эсминец ПВО, эсминцы класса 45, такие когда-нибудь, главная его работа это он нашпигован вот этими ракетами в ящейках вертикального пуска, и он может сбивать баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотники, вот это умеет и все эти американские корабли, их много, и они, как я понял, в случае, и это обещание американцев, вполне как бы четкое, официальное данное, и даже я сказал полупубличное, поскольку про это были сливы различные, что вот эти американские корабли несколько будут активно участвовать, да, не покидая места своей дислокации восточной. Срединноморья они обычно базируются на базе Хания, на Крите или на Дуэйсбаз, в Сицилии, но все время работают недалеко вот от наших берегов, так, востока от Кипра, и они, как бы находясь рядом практически с берегами Ливана, будут немалую часть этих ракет или беспилотников смогут перекватывать, помогая израильской противоракетной обороны. Вот о чем идет речь. И для этого сам по себе авианосец не нужен, да, авианосец больше нужен именно для ударной работы, и поэтому он нужен американцев именно в Красном море. Ну, конечно, и как символ, но с точки зрения практической главная задача авианосца это наносить удары по территории противника, а, например, истребители классические, так называемые Fleet Defense Fighters, истребители защиты плота на авианосце, они, в первую очередь, существуют, чтобы защищать сам авианосец. Ну, да. Это вторости фены. А главное оружие авианосца это ударные самолеты, те, которые летят бомбами и ракетой, и вот они ударяют по тем же пульсам. Сергей, ну, вы уже вот затронули вскользь визит Путина в Корею. Я хотел вас спросить вот, о чем Южная Корея вот очень взволнована этим визитом. Ну, кстати, этим визитом взволнована не только она, я сегодня говорил там с коллегами из Соединенных Штатов, они там тоже очень взволнованы. Так вот, Южная Корея может снять ограничения на поставки летальных вооружений в Украине, если Россия передаст КНДР высокоточное оружие. Об этом вот заявил начальник управления нацбезопасности администрации Кореи Чан-Хо-Джин. Что может, к чему это может привести вообще вот результат вот этого визита Путина, это может быть новая, так сказать, эскалация между Северной и Южной Кореей и как там вписывается туда Украина. То есть, что теперь получается, что Корея с Россией подписали договор союзнический, в том числе о защите, о взаимной, так сказать, защите. То есть, получается, что если там Украина сейчас там нанесет удар по какому-то российскому аэродрому, там где-то там в Белгородской области, то теоретически КНДР может нанести удар по Украине, так сказать, вследствие вот этого договора. Ну, только очень теоретически. Разумеется. Это договор, еще раз, это же договор о взаимопомощи. И он там достаточно гибкий. Я так понимаю, что это какое-то развитие договора старого, по-моему, 61-го года, который был между Советским Союзом и КНДР, который в течение многих лет был мертвой буквой. Он существовал, никто не принимал его всерьез и не собирался выполнять его буквально, буквально, учитывая то, что много лет КНДР была прокитайским государством, все это было на фоне жесткой конфронтации между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой начиная с 60-х годов. То, что я бы описал, то, что сделал Путин, ну, тут есть люди, я вижу, какие-то шутят там из этого канала, говорят, что нам так легко победить Украину, как известно, одной левой, как обещала Симоньян, то Путину скучно, и он придумает все все время новые категории сложности. Это слишком быстро не кончилось. например, там так всех напугать, что в Финляндии, Швеции быстро вступили в НАТО и создали еще дополнительный фронт 1200 километров с двумя очень профессиональными армиями современным оружием. Здесь еще сейчас собираются, располагать американские военные базы, где будут тяжелые американские бомбардировщики с подлетным временем к Ленинграду две с половиной минуты. Сложности, да, Путин жаловался, что будет маленькое подлетное время. Теперь оно уменьшилось просто до Небелья, до города трех революций и его родины. Это, да и вот такие. Теперь, например, ну как же там не хватает оружия Украине, да, давайте, например, против нас восстановим Южную Корею, а Южная Корея это совершенно случайно одна из пяти самых крупных индустриальных держав мира сейчас, особенно во всем, что связано с тяжелой промышленностью. Все эти мы много слышали, особенно как после окончания холодной войны во многих странах, кстати и в Америке, но, конечно, в первую очередь в Западной Европе очень сильно уменьшилась вот производственные мощности тяжелой промышленности, в том числе из-за того, что вооруженные силы заказывали гораздо меньше самолетов, ракет, танков, взроспортеров, то, что называлось Peace Dividend у Клинтона, да, мирный такой дивиденд, что можно было деньги пустить на социальные услуги, разве и гражданство и общества и т.д. в результате вот появляется такая проблема, что у Германии, да, был такой момент, оставалось 160 танков на ходу у Бундесвера, да, у которого когда-то было 4000, а у маленького Израиля, как вы понимаете, в 10 раз больше танков, чем у гигантской Германии, где живет 90 миллионов человек, да, но это не только это, а то, что очень сократили производство всего этого, начиная производство снарядов, вооружений, кстати, тех же танков и бронетиспортеров, и выяснилось, когда надо вдруг восстановить, когда все забегали и заволновались после начала войны, выяснилось, что просто так сказать, а вот сделайте нам, товарищи из Райан Металла, Краус Макфей, тысячу танков, быстренько леопардов, оказывается, нет, они говорят, что для того, чтобы это сделать, нам нужно восстанавливать производство, нам нужно строить новые яйца Казанова, нам нужно завозить станки, только каждый такой станок гигантский, который вытачивает артиллерийские орудия, орудия для танков, это невероятно дорогая штука, которую еще надо сделать, ее надо заказать где-то в Японии, где их всех делают, три страны, Швейцария, Япония, Южная Корея, а в Южной Корее все эти годы, как намеренная производственная политика, они вышли на первое место в мире, обратите внимание, по производству стали, на что очень жаловались на них и в Америке, в Украине, гигантские сталлизейные заводы, самые большие в мире, они вышли, они построили гигантские заводы по производству артиллерийских орудий, танков, и вот я приводил пример в недавнем интервью, кстати, вот вы знаете, наверное, о развитии огромном скачке польской армии, которая сейчас делает самую сильную армию в НАТО, кроме американской, они хотят сделать из-за этих турок, вот они заказали, знаете, они купили 800 поддержанных танков «Леопард» в свое время, у немцев, которые вот их сбывали, у них осталось так мало, они купили 300 «Абрамсов», а сейчас они заказали, обратите внимание, 1200 танков К2 южнокорейских, да, это практически он похож на «Абрамс», это как «Амбрамс», только с более современным двигателем, более поздняя модель, тоже с пушкой 120 мм, 1200 штук, они заказали 700 самоходов К9 корейских, да, но это как вот немецкая ТП «КЗ-2000», или американская М109 главного калибра, они сейчас заказывают 50 легких истребителей К-50, это корейский первый домашний доморазработанный истребитель, ну, типа такого облегченного F-16, он как учебно-боевой считается, но можно им пользоваться и на фронте, да, он может бросать управляемые бомбы, стрелять ракетами, все нормально, это помимо того, что у них есть куча F-16, они, как вы знаете, первая страна в Европе, которая закупает, восточная, которая закупает F-35, будет, вот, они заказали, по-моему, 66, и вот обратите внимание, что Южная Корея может все это дать, там главная проблема деньги, сейчас как раз они делают второй транш, поляки там ищут, где взять еще 12,5 миллиардов долларов, как бы, суду, на хороших условиях, чтобы за все это платить, и я так понимаю, что Путин идет на пролом, если сейчас говорить серьезно, я видел заголовки там в разных телеканалах, типа там, дождя, Путин идет до конца, не знаю, это понятно, он идет на пролом, то есть я думаю, что он понимал, что вот это вот публичное обнимание и братание с диктатором Северной Кореи вызовет очень резкую реакцию, там, не только в Америке и Японии, но и в самой Южной Корее, что самое главное, и вполне возможно подвинет, это оказалось было важным, дело в том, что американцы последние два с половиной года очень подталкивали, Южная Корея, это, естественно, союзник Америки, Америка их главный союзник Леопоро, и американцы давили на них, чтобы те помогли, все время жила проблема, вот где достать оружие, помните, как собирались с миру по нитке снаряды, собирались с миру по нитке эти танки Леопард, при этом стараясь все-таки не отдать все, что есть, скажем, немцы сказали, мы своего отдали сколько можем, нам хотя бы 200 танков на ходу надо оставить себе, пока не построили новые, что им отвечает Райан Металл и Клаус Матвеев и Байбахтун, через 3-4-5 лет мы построим вам новые, надо время, разогнаться надо, пока мы можем отремонтировать там сотню старых, которые разобраны в виде остались на складах, окей, а вот у южнокорейцев есть огромное количество и снарядов, и ракет, и артиллерийских орудий разных видов, поднатовские калибры, и танков, и производство, я так понимаю, у них нахвату. Да, пока, как вы видели, то, что происходило последний год, нашли вот такой компромисс, в чем заключался компромисс, что американские, например, вооруженные силы тысяч снарядов у корейской военной промышленности, а вместо этого и положили их в свой НЗ, американская армия, вместо этого, взяв более старые снаряды из НЗ, а НЗ это неприкосновенный запас, который нельзя было трогать, ну, что они сделали, получив, скажем, 500 тысяч снарядов от южнокорейцев, положили в свой неприкосновенный запас, и тогда это освободило те же 500 тысяч, которые они послали украинцам, безусловно, то есть вот такой был компромисс, но тем не менее, мне казалось, что в России весьма оценили тот факт, что вся огромная военная промышленность Южной Кореи, которая стала просто по дефолтам крупнейшей именно промышленной державой, почти все, кстати, современные суда, торговые, все эти огромные танкеры, которые раньше строили в Америке, Норвегии, в Франции, Англии, строят в Южной Корее, чтобы вы понимали масштабы вот этого процесса, и сейчас, но я так понял, что Путин идет на пролом, он это понимал, что это риск, но он считает, что ему нужно максимально быстро, максимально много снарядов обрушить на голову украинцев, он считает, они очевидно там, что ближайшие месяцы, ближайший год, это решающее время, особенно, если произойдет то, о чем они мечтают, произойдет какие-то перемены политические на Западе, которые выразятся в ослаблении и поддержке Украины, и он говорит, тогда уже неважно будет, если вот мы сейчас получим эти снаряды, сейчас добьемся каких-то успехов, час... А у Северной Кореи большие запасы тоже, да? Да, да, конечно, и они уже, как я понимаю, уже идут на украинские фронта, в первую очередь сейчас идет о снарядах, 152 миллиметра, для стандартной советской артиллерии, ствольной, и вот эти вот ракеты, все в системе залпового огня, 122 миллиметра, то есть практически грады или их различные варианты, потому что там огромное количество, вот и мы также видим уже много видео с разорванными там в клочьях пушками, потому что многие из этих снарядов очень плохого качества, потому что Кен Джонон, вы его видели, он такой парень веселый, но не дурак, в лучшей школе в Швейцарии его учили, как известно, вот, и он отдает, как бы, в первую очередь, все самое старое, обновляет свои склады, у него там запасы, которым еще по 40-50 лет некоторым из этих снарядов и ракет РСЗО, а что это означает, это означает, что часть из них, например, в очень плохом состоянии, пороховой заряд или состояние боевой части, то есть если боевая часть в плохом состоянии, это значит, когда это прилетает, он не взрывается, а если пороховой заряд в гильзе, да, или твердый материал, горючий в ракете, в плохом состоянии, отсырел, испортился, или, как говорили братья Кругацкий, протух, в небеобитаемый остров, да, то обычно такая ракета может, например, рвануть прямо в стволе или прямо на установке, или вот я видел случай, что снаряд, как бы, нехотя вылетает из пушки и падает рядом 5 метров. И взрывается. Да, потому что больше, да, и взрывается. Что поэтому делают, я уже видел, после нескольких таких печальных инцидентов, я вижу, российские артиллеристы, буквально, как в Первую мировую войну делают такую длинную-длинную веревочку. А, да, как в фильмах делали полосочками, да, да, прячутся там за ближайшим окопом, буквально, веревка длиной 20 метров, я не шучу, я видел такое видео, и, значит, несколько мужиков ее тянут, ну, то есть, оперируют издалека. На тот случай, если действительно снаряд упадет рядом или разорвет пушку, это начали они делать, надо сказать, еще до поступления корейских, вот этих северокорейских бракованных снарядов. Главная проблема была не это, а главная проблема была частые вот эти катастрофические разрывы артиллерийских стволов. Поскольку мы все видим, мы слышим от украинцев, какие огромные были в некоторое время иногда даже 7 к 1 и 10 к 12 к 1 по количеству снарядов преимущества России над Украиной запускаемых во время боев на линии фронта. И это означало, среди прочего, очень высокую интенсивность ведения огня российской артиллерии. Высокий износ стволов, значит. Да, износ стволов это такое дело, что он происходит, происходит в боевых условиях, это не учение, где можно потом прислать специальную проверочную команду, которая делает замеры, проверяет, насколько там ствол изношен, какой-то инспектор постанавливает, что все, нельзя больше этой пушкой делать, надо ее на ремонт этот ствол менять уже полностью. Тут в боях регулярно, это такое, часто не до этого. И вот уже тогда были часто, происходили случаи с разрывом катастрофическим стволом, что может привести к гибели от экипажа самоходного орудия. И поэтому уже много месяцев вот они пользуются такой техникой, отходят подальше от пушки, это также работает хорошо против беспилотников, потому что мы знаем, что часто артиллерия становится добычей разных и различных вот этих беспилотников и датокопторов, которым украинцы очень хорошо пользуются. Ну вот эта система оказалась очень удобной для пользования корейскими снарядами, чтобы обезопасить экипажа расчета артиллерийских орудий российских. Тем не менее, еще раз, на безрыбье и рак рыба. Скажем, даже если там, не знаю, 70, 60 или 50 процентов из этих снарядов все-таки долетают и взрываются. Ну да, это большое количество. Это большое количество. Сергей, вот последний вопрос очень коротко. Вот в связи с тем, что вы говорили про Северную Корею, а вот я слышал такое мнение, что еще одна из целей Путина была, что вот севернокорейский товарищ, он как бы такой вот отмороженный и можно им размахивать как дубинкой. Типа, вот смотрите, ну я-то ладно, мы-то все понимаем, а вот если что, он может и ядерное оружие бросить, еще что-нибудь, он же отмороженный, ему можно. Да, но это у него такой имидж. На самом деле, мне кажется, вот так опарадоксально, что вот в этой паре всегда считалось, что даже Россия с ее имперскими амбициями была все-таки страной солидной, вы помните, участвовали в G8, там ездили на все саммиты, пили пиво у Пригожина с Тони Блэром и Бушем и Принцем Чарльзом, да, с Пригожиным наливал и рассказывал анекдоты соответствующие, иногда весьма сковрезные, то есть, а вот там, в Северной Корее, был такой псих, которым иногда и китайцы, и русские использовались, когда надо, да, для того, чтобы попугать вот этих самых, чувствительных западников. Мне теперь кажется, что в нынешней ситуации, как ни странно, так все поменялось за последние два с половиной года, в этой паре, как раз Ким, на самом деле, он рациональный более, да, более взвешенный и на самом деле не ставит никаких целей, вы поглядите, то, что говорит Путин и то, что говорит его всякие, ну вот теперь, самый показательный, это Белоусов, да, и Патрушев, раньше был Патрушев, но который часто и спускали, что он уже там, выживший из ума дед-старикан, проблемы там, с алкоголем, а теперь появился совершенно непьющий Белоусов, и набожный, и бравый, в пиджаке, да, риторика которого, такая имперская, на уровне какого-то крайнего имперского православия, да еще с угрозами, кстати, как вы видели, всех сажать и расстреливать, если они не сдадут сройку в строк, да, это нам как-то вот знакомо, да, повеяло нам родным и знакомым из советского прошлого, и, то есть, а у Кима как раз, у него, я считаю, гораздо более узкие цели были и оставались, и остаются, он человек западного образования, в отличие от Путина, он, его главное сохранить свою династию, свой режим, контроль свой над населением Северной Кореи, и это ему вполне достаточно, то есть, он в этой паре рациональной, более, да, ему нужна Россия, он готов эти все старые снаряды, там, и ракеты РСЗО отдать, получив, может, от России более современные технологии, чтобы он мог улучшить свои, например, ракетные баллистические системы, которые для него, это его реальный ракетный щит, да, чтобы его не трогали, не пытались его насильно объединить с Южной Кореей, сделать ему смену режима, то же самое, и как бы он надеется, может быть, что в обмен на такую помощь Путин даст ему, наконец-то, современные какие-то люди, и Сукия, вместо летающего музея, у него там еще до сих пор, чуть ли не МИГ-17 и тогда летает, ну, 21 точно, и поэтому в этой паре, еще раз, вот впечатление Путин хочет сказать, как искали такое, что он разбакивает этим психом, таким карикатурным кином с ядерной ракетой в руке, вот, из кино, из комедии, там, Сета Рогана, Джеймса Франка, а на самом деле, как раз более, человек, по-моему, не уравешенный, неадекватный в этой паре, фактор, это как раз, на данном случае, это вот Россия, да, вы слышите все эти заявления, которые даже еще не озвучивает иногда сам Путин, хотя сам он тоже недавно про это говорил, уж точно там озвучивают люди от Медведева, Потешного, и да вполне ученого, Караганова, как раз он угрожает, более ядерным, а мы видим, что Ким как раз, если посмотреть вглубь, он гораздо, он будет доволен, не только укреплять свою власть, не только укреплять стойкость своего режима, вполне будет доволен деланием мелких пакостей вроде запуска воздушных шаров с нечистотами в сторону своих южных западного вида человек, да? Да, да, конечно, на самом деле, да, очень современный, кстати, и говорят, что он готовит в преемнике свою младшую сестру, в отличие от мусульманских проигравителей, которых это не прокатывает. Да, там это, конечно, отдельная тема Корея, то есть о ней говорить можно бесконечно. Сергей, спасибо большое, огромное спасибо, что нашли время для разговора с нами. Я напоминаю, что с нами был Сергей Мигдаль, эксперт по вопросам безопасности, офицер запаса Международного управления полицией Израиля, автор телеграм-канала The Peacemaker. Подписывайтесь на канал Сергея, у нас внизу там сносочка, есть очень интересный канал, там очень нестандартная и интересная информация. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok